Пороки сердца выявляются у одного из двухсот новорожденных. У одного из тысячи врачи констатируют ярко выраженные мутационные изменения. Вот смотрите, что у нас происходит. Еще лет 20-25 назад лишь 20% новорожденных имели те или иные отклонения в состоянии здоровья при рождении. Сегодня уже 60% новорожденных детей имеют нередко серьезные заболевания. Первая реакция, как правило, бывает, ну что вы, мы совершенно здоровы, мы оба здоровы, и муж здоров, и я здоров, и все близкие родственники здоровы. Откуда же тогда болезнь у ребенка? В младенческих проблемах со здоровьем врачи во многом обвиняют алкоголь. Его влияние на потомство из поколения в поколение еще слабо изучено. Допустимая норма употребления спиртного будущими родителями не установлена. Последствия, пусть даже редких застолий, непредсказуемы. Врачи и родители узнают о них только, когда ребенок появится на свет. Беременность будет протекать нормально. И роды произойдут в срок. А вот какой ребенок родится, это и есть главная проблема проблем. Но если такое происходит, то и женщины, и мужчины должны знать, что их плод находится в ситуации, когда у него может случиться порог развития головного мозга, порог развития спинного мозга. Он может быть слепой, глухой, у него может быть порог сердца, у него может быть все, что угодно. У него может быть вот эта вот спрадическая мутация, получится в итоге плод человек, который вообще никакого аналога не имеет, он не такой. Это все может быть следствием, так сказать, пьяного зачатия и токсического воздействия на плод. Дай бог, чтобы это было редко, но так может быть. Оплодотворение – это сложный и тонкий процесс, происходящий на клеточном уровне. Встречаются две клетки – мужская и женская. Каждая из них несет определенный набор генетической информации. И вдруг эти клетки сливаются, объединяются, давая начало новой жизни. Если воздействие алкоголем произойдет в самый ответственный момент, в момент зачатия, то воздействие на эти две клетки может быть настолько сильным, что сразу же повредит генетический материал, содержащийся у них. И все следующее деление пойдет ущербно, порочно. Если говорить абсолютно простым языком, всем понятно, что алкоголь – это яд. Это определенный яд, который оказывает так называемый тератогенный эффект. Эффект, аналогичный облучению клеток радиации, вызывающий всевозможные мутации. Алкоголь даже в малых дозах поражает мембраны клеток, деформирует их. И если клетки кожи или крови постоянно обновляются, то женские яйцеклетки – нет. У юной девушки их около 35 тысяч. И на протяжении всего репродуктивного периода этот запас не пополняется. Действительно так. Девочка рождается с готовым набором яйцеклеток. Вот что при рождении было, сколько их было, вот столько их и остается. Девочка, родившись, имеет тот запас яйцеклеток, которые в детородном возрасте будут использованы раз в месяц и могут привести к зачатию малыша. И нельзя предугадать, какую клетку выберет сперматозоид – здоровую или поврежденную алкоголем. Повезет на этот раз или не повезет? Алкоголь превращает рождение ребенка в игру «рулетка». Чем чаще и больше прием алкоголя, тем больше шанс повреждения наследственного аппарата женщины. Чем раньше девочка пробует алкоголь, тем больше этот риск. Это аксиома, которую никто не в состоянии оспорить. Но на сегодняшний день по результатам анкетирования среди девушек-подростков, будущих матерей, установлено, что почти 90% девушек уже имеют опыт употребления алкоголя. Продолжение следует...